Вот такой огромный музей Савицкого сейчас. Это старое здание музея Савицкого. А с этой стороны уже в этом году построили новое здание музея Савицкого. Очень красивый музей внутри. Видите, весь мрамори, лестницы большие. И три корпуса огромных. Здесь такая крыша, открытая из стекла. Очень много экспонатов. Здесь в музее Савицкого есть кафе. Зашла попить чашечку кофе. Посмотрите, какие красивые здесь картинки. Народные каракалпакские. С юртами, с дотаром. Такое кафе. Принесли мне кофе. Сказали, что заварили по-турецки. Сахар кусочками. Еще вот сливки. Принесли мне кофе. Принесли мне кофе. Принесли мне кофе. Я здесь работаю с 1974 года. В Савицком основательном музее. Я вместе 10 лет работала. Когда он впервые приехал к Каракалпаке, его очень удивила наша природа, солнце. И люди с открытым сердцем, они так его приняли. Это правда. Ему про все говорили, показали. Поэтому он на самом деле художник. Он приехал как художник в составе экспедиции Сергея Павловича Толстого, который наши памятники изучал. И потом он, когда увидел много вот этих вещей, украшений, одежды, он свою работу оставил и стал, как сказать, собирателем. И когда он собирал, ему сказали, что тебе вот это старое Каракалпакское там, что тебе дают, лучше приезжай в Москву, здесь все есть. Он сказал, нет, вы ошибаетесь. У меня в Каракалпаке все есть. Все художники, все сочетания света, вся тема, все-все есть. И он остался навсегда здесь. В 1966 году первый своих посетителей принял наш музей. Тогда его назначили директором. С 1966 года, он до 1984 года, до последних дней, он работал директором музея. Он умер в Москве. По своей завещанию его тело забрали сюда и похоронен он в Нухусе, в Русской кладбище. Сейчас наш музей носит его имя. На весь мир известен как Лобр Пустине. У нас существует три отдела. Это отдел археологии, отдел народно-прикладного искусства и отдел изобразия искусства. Сейчас мы находимся в отделе народно-прикладного искусства. Здесь представлены ювелирные изделия, одежда и ковровые изделия. Юрта у нас есть. Вот сами видите сейчас. Он, одним словом, спас генофонд Каракалпакский народно-прикладное искусство. Благодаря ему сейчас мы можем возродить ювелирные искусства, выщипку и ковровые изделия. И если по залам будем ходить, мы сейчас сами видим, что он сделал. И его вот этот труд отчинен нашим государством. В 2002 году его посмертно наградили Бурхуз Матляр Ушин. Первый президент республики. Его наградили. И сейчас эта награда на третьем этаже. Его специальную комнату мы выделили. Картины, из которых он рисовал. И вещи, которые, видите, его руками собраны. Кроме экспонатов народно-прикладного искусства, когда он открыл музей, он думал, еще надо расширить. Еще его один из добрых дел, он здесь помогал художникам. Тогда у нас художника в специальной школе не было. Он для художника был учителем. И потом ему надо было показать образцы русских, узбекских художников-авангардистов. Он поехал в Ташкент, Самарканд, Москву и забрал оттуда художников-авангардистов картины. Сейчас, благодаря ему вот этой старанию, очень многих художников-авангардистов у нас картины... Мы храним картины этих художников. Поэтому наш музей очень богат картинам-авангардистами. По коллекции, особенно по временам авангарда, мы занимаем второе место по Средней Азии, третье место после Лувра, после Эрмитажа. Очень богатая коллекция у нас, более 100 тысяч. Сейчас к нам приезжают со всего мира. Мы во многих странах в годы независимости выставлялись. В прошлом году Россия была наша, и прошла эта выставка под названием «Щедевр Нукуса». У нас в Саукалионе советский фурген вахта, она была утрачена на 75%. Советский три дня был у этой старухи, умолял, просил, и она долго реставрировалась в Москве. Сейчас она считается одним из уникальных экспонатов, потому что был матриархат, когда девушки амазонки одевали шлем, когда они воевали. Каракалпаки девушки были как амазонки, да? Да, амазонки, да. То есть воинами были женщины, каракалпачки? Они лица не закрывали? Лицо было открыто, паранзю они не носили, просто накидной халат, жирдей я сейчас вам покажу. Вот матриархат прошло уже, в област пришли патриархат, они вот этот шлем, который украшали как свадебный головной убор. Сейчас это очень уникальный. Обратите внимание, вот у меня есть муншарная кара, супа-прох там есть, кёп-калган меуэ. Почему они так сделали? Девушка, которая замуж выходит, сейчас собирается выходить, она будущая мать, поэтому дарактай меуэлы болсун деп, специально кепкен меуэны, бусы иллардың арасына элдеп койпты. Бусы сухофруктлы депчинные, да, да, да. Хазыр позже керенщиклерден бета-шары богоан ақта, меуэ ағашның каяғын алып кішкене балағы ұслатып койады, потому что это пажелание, что на будущем у нее бойли много детей, тюбе бір шақасы маң дарак болсын, айтады, көк жем дей, деп айтады. Бұл 5 танасыға бар, бізде Лукатаның музейінде біреуі, бізде біреуі, и Москвада, шығыс халқарының музейінде, Левенградда сақланады болар, басқа жоқ. Сонда дәрежеде, бұл қатты, қымбатсат болғалыптан, бір шығыс халқарының музейінде 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 бір шы� А до этого вот, вот это, поэтому Жигадеваталат, это Саукуле Бойдаса, вот это три ряда бусы, Ахпетне Халахасвар, в общем, очень уникальный экспонат, а это Тювелик тоже один из уникальных экспонатов, это единственный экземпляр, нигде нет аналогов такого, говорят, в Казани есть, но мы еще с ними не контактили, там я покажу синее платье, кукулек, который похож на женский, Американцы, я сейчас покажу вам, вы обратите внимание, что за материал, я спрашиваю, они говорят, это женский, это от и до ручной работы, от и до, значит, каракалпаки до американцев приобрели женский, но они не хвастались на весь мир, это была вата такая, америка, пактадеваталган, пактон натуральный, да, основасы, да, пактон натуральный, да, пактон натуральный, Девушка, девушки 8 лет, знаешь-э��, поэтому 6 лет начали, ну, они начали, до замужества, они, вы geschаете, вот этот красный комиссар, накидную, головную, борные вест desde qui Puleр Uniqa, lightsaber руководства, у нас всего 4 капулека, это, Это тоже очень увлекательный экспонат. Коб Койлик называется свадебник платья. Когда мы в Италии были, мы нарядили как невесту, когда мы уехали, у меня было такое ощущение, как будто она мне говорит, почему вы меня оставляете? Я говорю, терпи, пусть, говорю, все любуются, потом, говорю, через месяц приедем, забираем. Этот момент надо испытывать своими людьми, передавать невозможно, потому что гордость, сами знаете, это все ушная работа, наши девушки говорят, каракалпаки были очень неграмотными, это их знания, их фантазия, нигде такое нету, даже пустое место, которое этот узор, среди узоров, как узор получается? Это нарукавники, осенне-весенние одежда, нарукавники, там женские одежда, женские, женские материал. Это платье еще у нас в музее в Питере есть? Есть, есть, да? Да, потому что, наши телемизU обладаются, этнографии, они также хотят, археологии желтые управляются, они ни у нас мы должны стоять за ним, потому что это нужно стоять. У нас был лицо открыт Паранжуния Насилия, это накидный халат, просто басна жамылып, правой стороной, у нас был лицо открыт Паранжуния Насилия, это накидный халат. У нас был лицо открыт Паранжуния Насилия, это накидный халат. У нас был лицо открыт Паранжуния Насилия 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 Насилия. Вот этот наряд вычитывает. Кукуйля, Кызылки, Мечеи, Тюрьмы, Айдолы, Зерли Геушь. И вот это украшение, комплект украшений. Головные, на груди, на руку. И они так ходили, все падали от восторга. От красоты, такой неземной. Да. У Узбеков, везде, 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 везде. Вот здесь, везде, везде. Например, везде, 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 везде. Мы будем куда-то плеть. Когда девушка вырастет, жениху уже скажет, она уже, ей 15 лет, можете приехать посмотреть. Она в знак согласия подарили парню вот этот чай халат. Парень приехал в свой аул, своими друзьями отмечали. Да, она согласна, она мне понравилась. Поэтому это очень много чего значило этот чай халат. Когда они маленькие, они друг другу... Когда они маленькие, просто сватали еще с детства. Да, с детства. Родителей сватали. Потом, когда она выросла, она уже знала, за кого замуж быть. И она в знак своей согласия специальный подарок чай халата, мешочек для шая. Вышивала вот этот. Это мешочки для чая. Да, мешочки для шая. Шай халата называется. Вот и тут уже ушная работа. У меня уже большая становится. Это восьмиканатный? Это шестиканатный. Восьмиканатный еще больше. А двенадцатиканатный поставили за аулом на высокий холм. Это был Белый дом. Они там советовались, совещание проводили. В общем, аксакали. Вот это руководство. Они на будущий год, что будем делать, где будем зимовать. Они советовались. Это юрта. Внутри юрта делится. Правая сторона для мужчин. Левая сторона для женщин. И, в общем, там как в сказке. Когда стоя посмотрим верхнюю часть. Когда сидят половины. А когда по-каракалпакски жамбаслабжат курсинг. Весь красота перед нами. Открывается. Рахмет. Рахмет. Этнография. Каракалпака. Этнография Каракалпака. А где можно приобрести эту книгу? Это очень нигде нету сейчас. Здесь вот Наш Кукулёк есть. Этой книги нету. И у меня было пять. Я, к сожалению, когда Наши уехали русские в Москву, я им подарила. Теперь, Жалею, надо было ей оставить себе. очень хорошие книги здесь черно-белые одежды есть раздел все есть пища там как они это жили все все есть хорошо надо почитаю найду может быть есть библиотеки может у нас есть у нас в киве может может вот такой даже большая огромная библиотека спасибо и приезжайте к нам киев мы покажем вам киев это вот это настоящая каракалпакская одежда ведь и женщины каракалпачки не закрывали своего лица сколько было различных бус тоже каракалпачка и в носу сейчас покажу ближе в носу вот такие были тоже кольца в носу вот это тоже ценальная и вот это тоже старинная одежда каракалпакская кукулек это синее платье вышивкой свадебная одежда смотрите какая с какими узорами это сито вот такие кунганы руки мыть и почти сейчас такие ну конечно не такие древние смотрите какие красивые вот это су хабак это тыква су это вода хабак это тыква и вот такая пустая наливали высушивали наливали сюда воду и носили воду вот в таких огромных тыквах конец девятнадцатого начала двадцатого века каракалпаки из лоскутков сейчас очень модно шить вот такие одеяло смотрите курпище сейчас даже и в киеве и в россии тоже очень модно из лоскутков одеяльца и вот в таких как видно вот в таких сундучках на таких сундучках они хранились с ножками такие сундучки интересные это вот кунган из которого поливали руки после того перед едой и после еды и здесь рукомойник какая красивая чеканка музей очень большой но меня интересует меня всегда интересовало вот именно этот раздел где платье где украшение я думаю всех женщин это интересует это браслеты очень красивые и я всегда хотела иметь такие браслеты потому что даже помню своих помню своих родственников которые ходили еще в таких браслетах и мне всегда хотелось детства иметь такой браслет а это детский халат из лоскутков тюбетейки в то время еще так вот они вышивались это тоже в 19 веке так носили дети это мешочки для чая камзол из бархата очень красивая вышивка но отсвечивает не очень видно это и Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такие тяжелые нагрудные украшения девушки носили. Красивые. Еще нагрудные украшения. Смотрите, какие длинные. Керамическая посуда. К головному убору еще вот так пришивались сзади. Из такого материала, из вышитого. Вот такой вот внизу. Даже не знаю, как это называется. Но материал такой пришивался. И бусы. Здесь сочетание металла и бус. Из кораллов и бирюзы. Так что тут еще зеленое. Рассказать про этот отдел. Вот это называется асуари. Когда человека хоронили, кости его складывали вот в такой асуари. Асуари были разными. Были маленькие. Я вам сейчас покажу. Есть маленькие. Вот такие. И есть вот это большой в виде башмака. Здесь хоронили, видимо, знатную женщину. Гладенькая. Очень красивая. В виде башмака. Асуари. Вот такой вот огромный. Это асуари в виде верблюда. Это красная глина. Обжиг. Вот этот асуари. Первый, серый, третье в веках найденный. Из красного ангопа. Это асуари из белой глины. Тоже первый, третий век. Шатровидный асуари. Белый ангоп. В виде домов. В виде шатров. Шатровидный асуари. Пучная лепка. Светлый ангоп. Турткульский район. Окрестности Джанбас-Скала. Первый, второй, третий век. Башня Молчания. Завтра поедем туда. Башня Молчания. 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 вот посуда древних каракалпака такая-такая посуда вот такой интересный музей так что приезжайте, смотрите сейчас я вам Савицкого покажу вот этот Савицкий вот Савицкий уже позднее время приезжаю на Кус, я всегда иду в музей Савицкого посмотреть на эти интереснейшие экспонаты Здравствуйте, меня зовут Виктория, я специалист по выставкам и эксклюзовод Ассуария это кости хранилища Зороастризм это религия зороастрийцев, харизмийцев священная книга у них это Авеста то есть стержнем Зороастризма является борьба двух противоположных начал это соответственно Ахура Мазда и Ариман значит мягкие ткани они были поглощены Ариманом а космоскелет, разум человека все это поглощено Ахура Маздой значит тело умершего человека, то есть после того как человек умер тело умершего человека истощало злогоние имело различные заболевания и поэтому тело умершего человека их выносили в горы называется она Башня Молчания или же Дахма в Каракал-Пакстане имеется такое место называется она Челтвык и находится она в 43 километрах к югу от Нукуса после того как тело умершего человека очищалось зверьми, насекомыми, животными то есть кости они укладывались в различные асуарии асуарии это кости хранилища, где хранили кости и в нашей экспозиции представлены различные виды асуарии это зооморфные или же антропоморфные асуарии статуарные асуарии архитектурные асуарии ящичные асуарии и алибастровые асуарии с эпитафией из исторических памятников нашей экспозиции представлено это у нас саркофаг сделан он из обожженной глины найден он в Мездахане и датируется он третьим веком нашей эры значит высота саркофага составляет 60 см длина 130 см и ширина 75 см а в этом саркофаге были обнаружены кости снатной женщины около 18 и 20 лет а как мы узнаем что это были кости снатной женщины по предметам которые были найдены в саркофаге это золотые украшения а также бронзовый котел бронзовое зеркало и бронзовая лопатка просто здесь хоронили да а потом это саркофаг 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 туфлеобразную форму и продолжают традиции туфлеобразных саркофагов которые были известны в Авионе за пределами Средней Азии такие саркофаги известны в Селевке и Бтибре спасибо вам большое было очень интересно пусть приходят к вам на экскурсию люди и посмотрят такие интересные экспонаты спасибо большое перед вами Карапакская юрта, в данном случае это шестиканатная юрта, обычно она изготавливалась для молодоженов, а когда уже семья разрасталась, пополнялась, то жена уже заказывала себе восьмиканатную юрту. А двенадцатиканатная юрта, она уже изготавливалась для собраний, где проводились различные собрания, различные вопросы, то есть для старейшины она была. И внутри, и снаружи юрта, она украшена коврами. Значит, внутри юрта, она состоит из правой и левой стороны. Правая была мужская, а левая была женская. И по традиции жениха, невесту сажали на унджака, цезанавеска. Центральная часть, она была почетным местом. Также существует очень много верований и обрядов, связанных с юртой. И хотелось бы остановиться на нескольких из них. Например, нельзя было сидеть на пороге, у порога, здороваться через порог. Считалось, что это сокращало жизнь. Изготавливали юрту различные мастера. Например, каркас юрты изготавливал мастер Ерше. Он ни в коем случае не изготавливал бы дверь к юрте, поскольку дверь, она была саркальным объектом. И считал, что если мастер Ерше изготовит дверь к юрте, то это означало к смерти. Юрта была удобна для лета, нежели для зимы. И возникла она на Устюрте, поскольку, значит, как гласит легенда, по легенде, по традиции, старики передавали их из уст в уста. На Устюрте это была самая такая, там была самая жаркая погода, нежели в остальной части Каракалпакстана. И изобретателем этой юрты является Ибрахим Халил. На правой стороне, на правой мужской стороне, также хранили инструменты и также седла для коня. На левой стороне, то есть, хранили также одежду женскую. Поближе покажу вам юрту. Смотрите, какая она красивая. Я даже помню, у меня соседи, вот это назвали щи-тоху. Это значит, вязали вот такие вот из соломы. Сейчас четко вяжу. Из соломы вязали вот такие вот щи. Я даже могу сказать, стояли две палки и одевались вот так вот, только вот так переворачивалось. И на кирпичи была намотана вот такая вот пряжа. И туда поставят вот соломинку, опять в обратную сторону. И вот таким образом делали узор мои соседи. А это именно каракалпакские узоры. И сейчас мы с вами идем в каракалпакское жилище, в юрту. Перед домом вешали от сглаза. Смотрите, обалденно красивая юрта. Заходим, наклоняемся перед домом. Также порожек. Вот, и правая сторона. И вот юрта. Юрта делится на две части, как гид рассказывала. Правая сторона мужская. Посмотрите, как здесь красиво. Как здесь красиво. Такая одежда яркая. Кунганы такие большие. Сейчас даже покажу. Вот такая фотография есть. Такая фотография есть. Юрте сидят. И вот от потолка, таким образом, узорами выложено. Сюда хранили. Можно было что-то положить. Курпище. Узбеки говорят курпича. Каракалпаки говорят курпище. Вот такое, я тоже помню, у наших родственников был такой сундучок. Очень интересный. Так вот сделанный из дерева. Резной. Здесь даже запах особенный. А это уже женская половина. В женской половине идут арвиси, народный каракалпакский инструмент. Даже на инструменте есть вот такие узоры. Это хранили седло. Это чапаны. Висят чапаны. Раньше в Каневе тоже в музее Шевченко была тоже такая же юрта. На землю стелили вот такие вот самотканные дорожки. Все ручной работы. Самое интересное, я считаю, вот такие двери. Резные. Вот и посмотрели мы с вами музей Савицкого в Нукусе. Вот каракалпачка, одетая в полном наряде. Лицо не закрыто. Нагрудные украшения. И тоже по одежде можно было видеть, замужем ли женщина, из какого она рода, богата ли, не богата ли. Все по узорам можно было читать про эту девушку. Незамужние девушки носили красный цвет. После того, как женщины выходили замуж, они одевались в белый цвет. И вот здесь как раз таки по узорам можно было определить, сколько коров, сколько баранов, из какого рода. А это шаевое платье. А это мужская национальная одежда. Вот тоже настоящая каракалпакская женщина. Вот такие сундуки. Я бы и сейчас не отказалась от таких сундучков. Особенно вот этого. Ручной работы. Резьба такая красивая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова